В Ленинградской области состоялись скачки и даже несмотря на то, что прошли они в чистом поле, они на ипподроме, да и зрительницы не чеголяли в шляпках, очарование событию это не убавило. Ведь главное подобное соревнованиях лошади, среди которых были даже иностранки. На красноборских бегах побывал Кирилл Бурмаков. У каждого народа есть свои национальные черты. У цыгана это любовь к лошадям, а у русских цыган еще и страсть к быстрой езде. Неудивительно, что именно они взялись проводить скачки на рысаках. Впервые за 42 года красноборские бега приобрели международный статус. На дорожках финские и шведские наездники. Юркий Яханин лучший в Суоме. Подтвердил он свой статус и в этих соревнованиях. Почести со своим иноземным наездником разделил местный русский жеребец Альфонс. Уже так много я наездник, что знаю, чувствую, когда лошадь хороший, мне надо помогать. Он такой лошадь, очень хорошо. Бок о бок с матерыми профессионалами бегут и новички. Отношение к ним трепетное, особенно к женщинам. Дарья Чернова едва стреножила своих лошадей под капотом легковой машины, тут же прыгнула в коляску с одной единственной, но самой любимой лошадиной силой. Это шикарная лошадь. Она на самом деле гармоника. Она очень спокойная и гармоничная. Единственное, что молодая, мы только учимся еще обе. Все наездники наперебой рассказывают о своих скакунах, гнедых орловских и вороных стандарт-бредных рысаках. Хозяева берегут их, как зеницу ока. На вольные луга не пускают, бить после заезда запрещено. После того, как конь завершил свое выступление, его распрягают, приводят в порядок и отводят в коневоз. Но не для того, чтобы везти домой, а для того, чтобы разгоряченный жеребец пришел в себя после выступления и набрался сил. Уже не в суетливой атмосфере скачек, а у родной кормушки. Следующее выступление у американского рысака Раппорта уже через час. Верховики немного свысока посматривают на наездников, которых зовут самоварами. Особенно казаки. Для них лошадь-друг, на которой можно разве что показать удаль в джигитовке. А в бегах крутятся больше деньги, чем на соревнованиях по верховой езде. Работает тотализатор. На самом деле бега в чистом поле редкость. Пусть необычная атмосфера посетителям в радость, но профессионалы грезят о выступлениях перед переполненными трибунами. Мечта ипподромцев стыдно, что у нас в таком городе нет ипподрома. Вы представьте, Финляндия большая ли страна, как наша Ленинградская область. Там где-то 37 или 47 ипподромов на каждом шагу. А у нас такой город, видите, они смеются, фины, шведы, ко мне приезжают на бега, а у нас нет ипподрома. В следующем году в Красный Бор приедут итальянцы и французы. Организаторам хочется принять их не в поле, где участники порой в пыли и пропадают из вида, а в соответствующих условиях, пусть на маленьком, но на настоящем ипподроме. Кирилл Бурмаков, Михаил Марков, Валерий Савинский, НТВ Петербург.